121 год на двоих исполнилась газете «Северный рабочий» и Краеведческому музею. Отметить дни рождения они решили вместе, ведь объединяет их общее дело. В течение полугода вместе со школьниками хранители истории переводят уникальный архив первой северодвинской газеты в электронный формат, чтобы сделать его доступнее для жителей города. Это самые первые страницы «Сталинца судостроя». Материалы посвящены Стахановскому месяцу, а неугодные фамилии вычеркнуты с полос вручную в каждом из 4000 экземпляров. Поэтому газеты в Краеведческом музее называют черновиком истории. Увидеть номера 1937 года и тем более прикоснуться к ним сейчас рядовой северодвинец не может. Газета хранится под замком в архиве. В музее единственная в городе подшивка с 1937 года, то есть с первого выпуска газеты «Сталинец судострою». Потом эта газета была «Сталинцем», а потом «Северным рабочим». Благодаря Анастасии Цветковой, автору проекта «Черновик истории» раритет, скоро будет доступен в электронном виде. Полгода назад сотрудники музея вместе с редакцией «Северного рабочего», школьниками и студентами начали сканировать уникальные страницы. Сегодня все участники проекта собрались на двойном празднике. 4 марта 44 года исполняется городскому музею, а 6-го свое 77-летие отмечает главная городская газета, издание которому доверяют, уверены ее работники. В странах Европы люди возвращаются к бумажным СМИ. Они, вот этот идет откачка от электронных СМИ, многие продвинутые пользователи, 56% продвинутых пользователей интернета, обращаются к бумажным СМИ, потому что они вызывают, у них высокий уровень доверия, именно к бумажным СМИ. Школьников сегодня пригласили прямо в редакцию. В программе праздника – экскурсия, знакомство с работниками и викторина. Ребята перевели в электронный формат уже несколько сотен номеров, так что заслужили даже мини-представления. Кстати, из тех профессий в газете ученикам больше всего понравилось дело верстальщика, того, кто размещает материалы на полосах. Она все равно является как основным источником информации в этом городе. Очень много эту газету читает. У меня бабушка читает эту газету. А вы-то сами читаете? Ну, я читаю изредка, когда бывает. Магия цифр – не единственное, что связывает Северный рабочий и Краеведческий музей. Сотрудничество продолжится и в будущем. И если у газеты впереди новые рубрики и проекты, то у хранителей истории в планах обновления экспозиции. Ведь некоторые из них не менялись с 1987 года. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.